МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Психологическая безопасность детей, юные приморцы могут получить психологическую поддержку по телефону доверия в любое время суток. Дружелюбное приемное отделение. В детской больнице на Остряково провели ремонт и изменили принцип работы. Тепло в комнате, но дискомфорт в носу? Лурврач рассказала, как защитить слизистую от воздействия сухого воздуха. Смотрим новости медицины. Не только эффективное лечение, а и яркая жизнерадостная атмосфера. Такой облик после капитального ремонта приобрела Краевая клиническая детская психиатрическая больница. Единственное профильное учреждение на Дальнем Востоке здесь помогают справиться с особенностями психического и психологического состояния детей от года до 18 лет. С психическими расстройствами, с расстройствами поведения, расстройствами настроения, кризисным больным, медико-реабилитационную помощь оказываем детям с года до 6 лет по адресу Жигура 46 и всем детям по адресу Днепровская 45. Психотерапевтическая помощь, помощь в профосмотрах, помощь в определении профессионального маршрута детей. На что жалуются родители и дети? На нарушение поведения детей и неуспеваемость в школе, либо в детском саду. Также на задержки психоречивого развития. Просто гиперактивность, когда он не успевает в школе, либо в детском саду. Есть нарушение поведения, когда начинают курить, пить, воровать. То есть это тоже уходы из дома. Комплексное лечение, медикаментозное, краткосрочное, до 6-8 недель. И психолого-педагогическая коррекция. Психологи занимаются, дефектологи, психотерапевты. Недопонимание в семье, школе, домашнее насилие, атмосфера агрессивного информационного шума. В таком мире нередко оказываются наши дети. И не для всех эта среда является комфортной. Помогать детям, а также родителям, педагогам круглосуточно и анонимно готовы клинические психологи кризисного адаптационного центра «Мир ребенка», который много лет работает на базе больницы. Позвонить может даже ребенок, не оповещая родителя. Анонимно не спрашивают фамилию и рассказать, в какой ситуации он находится. Но, к сожалению, так как у нас агрессивный информационный фонд, есть дети с нанесением самоповреждений. Количество детей на подростков с 12-11 лет увеличивается ежегодно. Отметим, что вся помощь в больнице оказывается бесплатно в рамках ОМС. В Краевой детской больнице номер один на Остряково после капитального ремонта открылось обновленное приемное отделение. Капитальный ремонт длился несколько месяцев. Руководство больницы полностью изменило внешний облик помещения. Это не только красивый ремонт, красивая новая мебель, но и поменялась концепция полностью приемного отделения. Мы применили все бережливые технологии в приемном отделении. Но и даже не это самое главное, а самое главное то, что поменялось отношение к пациенту. То есть это дружелюбное приемное отделение, которое все направлено во благо пациента. Вы видите пустые коридоры. В коридорах нет никого. Потому что основную массу пациенты находятся уже по кабинетам осмотра врачей. И уже все доктора полностью идут на осмотр к одному пациенту. То есть если раньше они ходили по коридору, пошли на анализ туда, пошли на исследование сюда. В реальности все выглядит так. На входе родителей с ребенком встречает администратор и в зависимости от жалоб направляет в определенный медицинский бокс, куда затем приходят специалисты, осматривают, берут необходимые анализы. Время приема сократилось, очередей нет. А значит, вероятность обмена инфекциями сведена к минимуму. Продумано все до мелочей. При необходимости можно даже принять душ и получить гигиенический набор зубной щеткой, салфетками и памперсами. Отремонтирована новая экстренная лаборатория. Здесь у нас кабинет противошоковой терапии. То есть, если вдруг случается какая-то катастрофа, то везут сразу сюда, где стоит сразу аппарат искусственной вентиляции легких. Сюда подведен кислород. Здесь есть аппарат ультразвуковой, диагностики, дефибриллятор. То есть, в том случае, если нужно принимать решение быстро здесь и сейчас. У нас здесь есть перевязочная. То есть, если нет необходимости госпитализировать пациента, чего, кстати, раньше не было, мы можем завести в перевязочную. Дежурный хирург перевязал, отпустил ребенка домой. Мы зашли в экстренную лабораторию. Лаборатория, которая работает круглосуточно. 24 на 7 365 дней в году. Анализы готовятся быстро, в течение 15 минут. Оставить отзыв или пожелание, как сделать работу приемного отделения еще более комфортной, можно по специальному QR-коду. Дружелюбное приемное отделение детской больницы номер один открыто для конструктивных диалогов. Врач-отариноларинголог Марина Евсикова рассказала, в чем опасность для слизистой носа сухого воздуха в помещении во время отопительного сезона. Дело в том, что влажность напрямую влияет на состояние слизистых оболочек человека. В норме слизистая верхних дыхательных путей влажная. Слизь, находящаяся на ее поверхности, выполняет защитную функцию, оберегая нас от вдыхаемых вирусов и бактерий. А сухая слизистая в большей степени подвержена их воздействию. К тому же корочки, образующиеся в носу, нарушают нормальное дыхание, вызывают дискомфорт и желание убрать их. Особенно у детей, которые могут раздирать нос до крови. Как отметила эксперт в беседе с Russia Today, оптимальный уровень влажности в помещении 45-60%. Температура не выше 24 градусов. А для улучшения состояния слизистых в отопительный сезон, можно проводить аккуратный туалет носа с изотоническим солевым раствором из аптеки. Не будут громкими или пафосными слова о том, что здоровье женщины – это в итоге здоровье нации. Это добрый климат в семье и женское счастье. Так что любая женщина просто обязана думать и заботиться о себе. Как известно, главный женский доктор – это гинеколог. И мы, к счастью, живем в такое время, когда гинекология находится на очень высоком уровне. И это позволяет решать почти любые задачи по сохранению женского здоровья, рождению детей, красивому проживанию элегантного женского возраста. О возможностях современной гинекологии – в интервью с врачами-экспертами клиники Накомарова. Маргарита Германовна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Пользуясь возможностью, хочу сказать, что вы – это тот доктор, не просто гинеколог, не просто гинеколог-эндокринолог, а тот специалист, к которому женщина сначала приходит сама, потом приводит свою подружшую дочку, если она у нее есть, маму, советует подругам. То есть в клинике Накомарова женщина может получить весь спектр помощи. И что очень важно, не просто на высоком профессиональном уровне, но вот с душевным человеческим подходом. Я думаю, что вы абсолютно, Ирина, правы, потому что наша клиника может ассоциировать себя, как семейная клиника. И очень приятно слышать благодарные отзывы от наших пациентов, которые, в свою очередь, приводят как раз у своих родителей детей, а следовательно доверяют нам жизни самых близких им людей. Какую помощь может получить взрослая женщина, юная девушка, женщина элегантного возраста, или, как сейчас вы сказали, называют продвинутого, да? Конечно, обращаются девушки, женщины любого возраста, разные цели прихода к гинекологу, гинекологу, эндокринологу. Молодежь в основном обращается по вопросам, к сожалению, ИППП, инфекции, передающиеся половым путем, очень большое количество. И мы очень тщательно занимаемся этой проблемой, потому что это напрямую связано с будущей репродукцией, с будущим выходом на беременность, и лечим парами, то есть половой партнёр идёт к урологу, и в результате этого проходит какое-то время, мы с радостью узнаём, что у них родились дети. Это очень хорошо. Второй, самый такой, наверное, распространённый момент, связанный с обращением именно у молодых девушек, это всё-таки нарушение менструального цикла. Очень много таких пациентов. И здесь самое главное – выставить правильный диагноз, узнать причину, не просто остановить кровотечение или вызвать его, а именно узнать причину для того, чтобы это не повторялось, для того, чтобы не было урона в будущем её репродуктивному, опять-таки, здоровью. Маргарита Германовна, а вы вот по этой ситуации пациенток с какого возраста смотрите? У нас есть детский гинеколог, который смотрит совсем маленьких. С 18 лет у меня. Для того, чтобы увереннее выставить такой правильный диагноз, как раз помогает очень современное оборудование, которое присутствует в клинике на Комарова. Это что? Это могут быть УЗИ, диагностика, это может быть МРТ, это может быть метросальпинкография, мы проверяем проходимость маточных труб. У нас хорошая диагностическая лапароскопия, которая также может проверить и проходимость, и какие-то найти неполадки. Мы привлекаем врачей из смежных специальностей, то есть неврологи работают. Это когда? Когда такие нужны? Тогда занимаемся мы определением причины нарушения менструального цикла. То есть здесь может потребоваться и невролог, да? Невролог, конечно, потому что нужно сказать, что самые важные репродуктивные гормоны, их выделяют гипофиз, это определённый отдел головного мозга. Сейчас, особенно у молодёжи, стрессы, депрессии. Без невролога никуда. Маргарита Германовна, а зрелые женщины с чем чаще обращаются? В основном, конечно, это период перименопаузы, менопаузы и постменопаузы. Потому что этот период настолько объёмен. И он продолжительный по времени, да? Длительный, да, до наступления менопаузы, перименопаузы может быть до 4 лет, 4, а у некоторых и по 5 лет. То есть такой хаос в менструальном цикле, а следовательно и в общем состоянии. Появляется огромное количество жалоб. Дама теряется, она не понимает, что с ней происходит. И тогда, вот придя к врачу, мы составляем определённый план, проходим определённое обследование, привлекаем опять-таки определённых специалистов, мамолога, сосудистого хирурга, кардиолога, так как страдают именно органы, связанные вот с работой этих специалистов. Всегда женщине можно помочь в такой ситуации? Всегда. Всегда, то есть? Всегда можно помочь, только индивидуально. Почему мы проводим вот такое тщательное обследование, да? Для того, чтобы определить, по какой именно схеме мы пойдём, чтобы оказать ей помощь. Это не обязательно должна быть гормональная терапия. Да, да, многие же боятся её нельзя. Конечно. Многим, да? Да, если есть хоть какие-то противопоказания, да, мы всегда абсолютно спокойны, что они в нашей клинике назначения такое не получат. Это 100%. Альтернатива есть? Альтернатива есть и очень даже достойная. То есть мы можем работать и растительными эстрогенами, и аминокислотами, и полинасыщенными жирными кислотами, и какие-то комплексы витаминов. Мы смотрим абсолютно всё, как говорится, что в данный момент не хватает в организме дамы. И даже я потом вижу эстетическое удовлетворение дамы, которая довольна качеством своих волос, качеством своих кожей. То есть она и внешне меняется? И внешне меняется, конечно. И потом, естественно, мы работаем здесь уже и со специалистами косметологии. Маргарита Германовна, а в каких ситуациях вы строите свою работу совместно с оперирующим гинекологом? Вот при каких ситуациях? К сожалению, в настоящее время очень частыми диагнозами у наших пациентов являются миома, эндометриоз, эндометриодные кисты, какие-то кисты другого генеза. Может быть, это быть гиперпластический процесс эндометрия, полипы и так далее. Их много. И когда эти диагнозы невозможно купировать только медицинскими препаратами, тогда мы прибегаем к помощи оперирующего врача. Но плюс нашей клиники, огромный плюс заключается в том, что мы проводим только органосохраняющие операции. Нужно убрать полип, убирается полип и всё на том. Нужно убрать кисту, максимально оставляем само тело яичника, ткани яичника, и убирается только киста. Частыми обращениями являются пары супружеские, которые в какой-то период времени могут выйти на беременность. И при обследовании мы определяем какую-то патологию, допустим, в полости матки, наличие какого-то узла миоматозного или полипы, или что-то может быть, там, вы яичники какое-то образование. Тогда мы обязательно проводим хирургическое вмешательство, убираем эти образования и после этого спокойно выводим пару на беременность. Нам очень помогают в этом и оперирующие урологи, когда они проводят определённые вмешательства у полового партнёра, и ферматогенез становится гораздо лучше. То есть здесь работа команды. Командная, да. Командная работа в клинике. Вера Васильевна, спасибо, что пустили нас в святая святых всех хирургов операционную. Развейте, пожалуйста, наши женские страхи перед хирургом-гинекологом. Правда, что в этой клинике, если и необходимо провести женщине оперативное лечение, то оно всё максимально щадящее и органосохраняющее? Это правда. Расскажу вам такую вещь, что раньше, в советские времена, когда мы получали образование, много лет назад, была такая тактика. Увидев любой патологический процесс в матке, предлагалось просто убрать орган и про него забыть. Либо консервативно наблюдать и больше, в принципе, ничего. Потому что особых других способов лечения просто не было. Поэтому это считалось правильно. И многие врачи, к сожалению, до сих пор придерживаются этой тактики, потому что по сию пору приходят пациенты, особенно с их районов, которые говорят, мне сказали удалить матку, потому что там вот есть проблема. Допустим, та же миома, да? Но мы знаем, что перерождение в злокачественное образование миомы, по статистике, это один случай на 100 тысяч женщин. Поэтому мы можем взять на себя ответственность, убрать миому, сохранить женщине орган. И я в своей работе, когда можно помочь женщине сохранить орган, всегда придерживаюсь вот этого правила к склонности к органосохраняющим операциям. Тем более в нашей клинике есть все условия для проведения подобных операций. Мы обладаем шикарной аппаратурой. Вот перед вами стойка, буквально недавно полученная клиникой. Она из последнего поколения. Также мы получили новейший гистрорезектоскоп, который позволяет нам убрать миому, узлы, которые растут внутрь матки, в полость матки, не повредив матку. И что самое важное, подчеркиваю, что этот аппарат очень безопасен для пациентки. Есть ещё один способ лечения миомы. Если узел миоматозный растёт наружу, с помощью лапароскопической стойки, войти в живот, через три прокола убрать узлы, ушить матку и уйти. То есть сохранили орган и вылечили от заболевания. А если гистрорезектоскопия, там вообще считается малоинвазивным вмешательством. То есть это очень удобно и очень эффективно. И, наверное, даже женщина и не выпадает там на долгой жизни, и восстановление всё гораздо легче, да? Конечно. При лапароскопии, во-первых, не образуются спаечные процессы. Очень удобно для женщины в том плане, что реабилитация очень быстрая, она быстро вышла на работу, и, собственно говоря, для неё это неощутимо, что она побывала на операционном столе, и вот она уже работает. Также при операциях на яичниках мы стараемся, во-первых, не удалять яичники, а только удаляем, тихонечко вылущиваем патологию, патологическую опухоль, например, кисту ту же, да, а яичник оставляем женщине благополучно. Он целенький, вот, прижигание буквально точечное, то есть только сосуды прижгли, яичник весь остался, и она опять так же быстро реабилитировалась и быстро может. И планировать беременность, и свои планы по жизни осуществить, какие там она хочет. Какую ещё помощь может женщина получить у хирурга-гинеколога? Можно получить помощь при различных заболеваниях, при тех же полипах эндометрии, при гиперплазии эндометрии, при аномальных маточных кровотечениях и при бесплодии. Бесплодием мы занимаемся совместно с гинекологом-эндокринологом, то есть можно провести диагностическую лапароскопию, посмотреть анатомию органов, что, какая причина, почему бесплодие. Удаляем спаечный процесс. Обычно причины бесплодия – это спаечный процесс, потому что молодёжь в современное время наше имеет, конечно, не по одному половому партнёру, а это всё инфицирование, каждый половой партнёр. Поэтому, естественно, что воспалительные заболевания у нас широко распространены. Поэтому каждое воспаление вызывает спайки, что мы можем устранить как раз при лапароскопии. Вера Васильевна, но я знаю, что вы помогаете нашим женщинам не только пройти максимально щадяще какие-то хирургические истории, оперативное лечение, но и помогаете вернуть женской половой сфере интимной молодости красоту. Это про что речь? Это да, это да. Эстетическая гинекология – это относительно молодая отрасль. Что она нам помогает? Помогает избавиться от различных рубцов, травм, деформации, липодистрофии. То есть с возрастом из половых органов, с наружных половых органов уходит жировая ткань. Получаются такие провалы. Это женщина никак не устраивает. Поэтому вернуть внешний вид – это очень важно. Можно сделать лабиопластику, как хирургическую, так и инъекционную. То есть можно консервативно, то есть без большой хирургии, с помощью инъекций препаратов гиалуроновой кислоты вернуть молодость и тургора наружным половым органам. Можно поработать с клитором при анаргазмии. То есть вот потерялся недостаточный оргазм, женщина говорит. Можно это всё исправить и помочь, потому что это же семейное счастье, её женское счастье. Можем провести плазмотерапию. Имеется шикарная аппаратура для плазмотерапии. Возвращается сочность тканям. Это всё возрастные, когда уже изменения, да? А вы знаете, и не очень возрастные. Ну, 40 лет – это возрастные или не возрастные? Да, нет, ещё молодые. И ещё молодые, правильно же? Вследствие различных причин эти жалобы уже могут быть. Вот, поэтому мы всем этим занимаемся. При грубых изменениях половых органов, таких как опущение, выпадение, производятся реконструктивные операции собственными тканями. Также существует такая проблема, как недержание мочи. Особенно у возрастных женщин. Вот раньше, опять же, когда я училась, нам профессор прямо с кафедры говорил, что это наша такая женская доля. Это было много лет назад. Всё изменилось, к счастью. Эту проблему не нужно замалчивать, нужно с ней приходить. Мы обязательно разберёмся, в причинах определимся. И есть несколько способов лечения. Консервативная терапия. То есть тогда, когда не требуется оперативное лечение, можно вводить препараты гиалуроновой кислоты высокой плотности, подуретру. Даёт временный эффект, где-то примерно на год. Но потом данную процедуру можно повторить. А результаты хорошие? Результаты очень хорошие. Женщины довольны. Либо хирургическое лечение. Бывает сочетание этих методов. Индивидуальный подход. Всегда можно разобраться и помочь. Жанна Викторовна, мы находимся с вами в кабинете патологии шейки матки. И один из методов, который вы используете при лечении своих пациенток, это фотодинамическая терапия. Метод, который прекрасно себя зарекомендовал в медицине, да, но при этом он используется далеко не в каждой клинике. А в клинике на Комарова уже более 10 лет. И вот расскажите, пожалуйста, какие заболевания можно излечить с помощью этого метода, каких результатов добиться? Этот метод широко используется при всех фоновых заболеваниях шейки матки. Это эктопии, эктропионы, это полипы, это воспалительные заболевания. Дает великолепный эффект, потому что фотодинамическая терапия оказывает как противовоспалительную, так и антибактериальную терапию. Мы используем этот метод при кроворозе или каплакии вульвы у возрастных женщин и женщин преклонного возраста. Используем этот метод при хронических, длительных заболеваниях грибковых, хронических кандидозах, при папиломах, кандиломах стенок влагалища, вульвы, промежности. А вот давайте расскажем, в чем суть метода. Значит, метод заключается в том, что на область поврежденной ткани наносится специальный фотосенсибилизатор. Это такой препарат? Это препарат, который увеличивает восприимчивость тканей к определенной длине света. Он состоит из вытяжки из водорослей. Надо какое-то время, чтобы этот препарат накопился. Наносим как местно на кожу, на слизистые, так и внутривенно. От одного до трех часов идет накопление. Затем доктор использует лазерный аппарат с терапевтической длиной волны. И с помощью активного кислорода все патологические клетки распадаются, не затрагивая нормальной ткани. Под воздействием лазера просто распадаются и исчезают? Исчезают. Исчезают не моментально, в течение какого-то времени, от недели до восьми. Да, потом мы контролируем. При каких патологиях этот метод вот просто находка и для и доктора, и пациента? Ну, во-первых, это лейкоплакия и кроворос, которые ранее подвергались только хирургическому лечению, то есть калечащие операции для женщин. Великолепные результаты. Длительные ремиссии в этом заболевании проходят несколько курсов фотодинамической терапии и забывают, что это такое. Находка при кандиломах и папиломах удаляется без рубца. Такое чувство, что никогда ничего не было. Кожа остаётся чистой и красивой. ФДТ применяется совместно с противовирусной терапией? Обязательно, да. Это методы, которые работают вместе с препаратами, которые назначают иммунологи, гинекологи. Жанна Викторовна, а как переносится фотодинамическая терапия пациентками? Я считала, что это достаточно безболезненный метод. Практически безболезненный метод. А возрастные ограничения по применению ФДТ есть? Практически нет. Мы используем у женщин абсолютно разного возраста. Самая взросленькая девочка, которая приходила к нам на фотодинамику, это 92 года. Перенесла великолепно, приходит, мы за ней следим. Правда, что фотодинамическая терапия может назначаться девушкам, женщинам с патологией шедки матки, которые ещё не рожали? Конечно, да. Абсолютно не оставляют послеоперационных рубцов. Шейка анатомически и функционально остаётся в том же состоянии, как при рождении девочки. Безболезненная. Мы можем после проведения фотодинамики абсолютно рожать столько, сколько хотим. Клиника у нас многопрофильная. И при каких-то сложных ситуациях, в которых мы сомневаемся в постановке диагноза, мы советуемся со своими коллегами. И всегда находим то правильное решение, которое подойдёт для этого пациента. Маргарита Германовна, хотите что-то пожелать нашим зрительницам? Я с большим удовольствием хочу пожелать здоровья и семейного благополучия. Будьте счастливы. Ну, что может пожелать доктор своим пациентам? Конечно, здоровья. Чудесного исцеления вам и вашим близким. И веры в то, что всё будет у вас хорошо. Каждый желаю женского счастья и красоты во всех местах. Спасибо, доктор. Представляете, ещё сто лет назад от разных инфекционных заболеваний погибало огромное количество людей. Ведь тогда ещё не было антибиотиков. И бороться с опасными бактериями не умели. Всё изменилось в 1928 году, когда британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин, вырабатываемый плесенью. Пенициллин становится первым антибиотиком. Его массовое производство налаживают во время Второй мировой войны. И это позволяет спасти миллионы жизней. За почти сто лет открыто и создано много разных групп антибактериальных препаратов. Но сейчас учёные предупреждают, скоро антибиотики могут перестать нам помогать. Бактерии становятся к ним невосприимчивыми. И одна из главных причин это наше бесконтрольное и неправильное применение. Как правильно применять антибиотики в нашей рубрике «Приморье за здоровье». Как действуют антибиотики? У антибиотиков есть разные механизмы действия. Часть антибиотиков непосредственно убивают бактерию, то есть это называется бактерицидный эффект. Другая часть антибиотиков бактериостатический эффект замедляют развитие, рост и размножение бактерий. Зачем назначают два антибактериальных препарата? Здесь есть несколько вариантов. Первый – это расширить спектр действия. То есть у нас каждый антибиотик влияет на определенное количество микроорганизмов. Второй момент – это борьба с резистентностью. Часто бывает такая ситуация, что мы назначаем антибиотик широкого спектра действия, но в организме есть, допустим, одна бактерия, которая устойчива к этому антибиотику. И поэтому мы можем подсоединить антибиотик, допустим, узкого спектра и воздействовать целенаправленно именно на эту бактерию, таким образом добиться хорошего лечебного эффекта. Как антибиотики влияют на иммунитет? Антибиотики, помимо патогенной микрофлоры, они также и убивают нашу микрофлору кишечника. Потом мы можем быть более восприимчивы к условно-патогенной флоре, но при этом часть антибиотиков, у них есть эффект такой иммуномодулирующий. Они влияют на иммунитет, усиливают действие макрофагов, помогают организму справиться с инфекцией. То есть никакого плохого влияния на иммунитет антибиотики не оказывают. Почему нельзя прерывать лечение антибиотиками? Чтобы микроб погиб, нужно, чтобы определённая концентрация была вещества в организме и определённое время действия этого антибиотика. Если мы прервём курс, то мы бактерию ослабим, но при этом она не погибнет. Если принимал уже такой антибиотик, он поможет в следующий раз. Если соблюдали все рекомендации врача, то есть курс был полный и в правильной дозировке, тогда да, в следующий раз антибиотик поможет. То есть резистентность не разовьётся. Но если курс прерывали, то большая вероятность, что развилась резистентность, и больше антибиотик не поможет. Правда или миф, что бактерии могут обмениваться информацией? Да, это действительно так. Это происходит за счёт того, что, допустим, ситуацию, одна бактерия уже резистентна к антибиотику, и у неё есть информация, как бороться с этим антибиотиком. Она выбрасывает плазмиду. Это очень маленькая ДНК, в которой как раз-таки содержится информация о том, как бороться с антибиотиком. Она выбрасывает, а другая бактерия эту плазмиду забирает себе. И таким образом другая бактерия уже тоже знает, что ей нужно делать, чтобы победить этот антибиотик. Правда или миф, что антибиотики могут снизить эффективность гормональных контрацептивов? Не все антибиотики снижают эффективность. По большей части это сейчас такие антибиотики, которые нужны для лечения туберкулёза. В любом случае нужно консультироваться с врачом. Что делать, если на антибиотик аллергия? В первую очередь прекратить приём этого антибиотика, прийти к врачу, чтобы врач заменил на другой адекватный антибиотик. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века».